Господи, Господь наш, я точу на имя Твое во всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 28 июня, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла Кримлена, глава 5, первые 10 стихов данной главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого веруя и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами вновь обращаем свой взор на послание святого апостола Павла Кремлянам. Сегодня воскресный день. И мы вчера буквально с вами говорили о том лейтмотиве апостольских посланий, прежде всего апостола Павла, его богословие, его мысль о том, что мы оправдываемся верою. И здесь также мы читаем об этом. Итак, оправдавшись верой, первый стих пятой главы. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И это очень важный аспект богословия апостола Павла, да и вообще всей сатериологии православной церкви, то есть учения о спасении. Мы оправдываемся пред Богом, мы имеем возможность новых новозаветных отношений с Богом именно благодаря смерти Иисуса Христа на кресте, искупления нас, его воскресения, и наш отклик на Евангелие, на благую весть, на то, что Христос умер и освободил нас от власти греха. Если мы откликаемся, если мы веруем в это, то мы получаем доступ к оправданию через эту веру. И никакие уже... Если мы не имеем этой веры, то никакие дела нас не спасут. Это очень важно. Но если мы имеем эту веру и не творим дел веры, то, как сказано в Писании, мы тоже собираем себе горячие уголья на голову. Поэтому мы должны... Мы спасаемся веру, но вера без дел мертва. Это важно помнить. Итак, но здесь тоже вот важно понимать, что катализатором дел является вера. Итак, оправдавшись веру, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. Мы стоим и надеемся. Надеемся на спасение. И это не просто некое, знаете, 50 на 50. Это не та надежда, которая сегодня в нашем языке, слово, которым мы пользуемся сейчас. Это надежда иного рода. Это некая внутренняя уверенность в том, что Бог нас не оставит. Это не просто сомнение. Потому что наша надежда, когда мы употребляем это слово «я надеюсь», вернее будет сказать «я сомневаюсь», но было бы хорошо, чтобы это произошло. А здесь именно слово «надежда», именно вот эта внутренняя уверенность, что Бог не оставит нас, и мы стоим в этой уверенности. И хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежды. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия и злила сердца нашим Духом Святым, данным нам. Итак, мы хвалимся не только надеждою, потому что мы ожидаем нашего спасения, ожидаем, что Бог нас не оставит. И то, что мы действительно оправданы через нашу веру, творим дела веры по этому. Далее. И не сим только хвалимся, но и скорбями. Скорби – это греческое слово «флипсис», которое означает не просто «скорби», потому что в нашем понимании, что такое скорбь? Скорбь – это некое пассивное переживание, некой трагедии, скорее, внутренняя глубокая печаль. Вот у нас больше так это воспринимается. А в данном контексте, и в принципе в греческом оригинале, данное слово означает некое давление, некий пресс, некая скорбь – это некое не внутреннее наше состояние, а внешнее влияние на человека. И действительно, еще не было таких явных, административных и всеобщих гонений на христиан в этот период. Первые гонения такие целенаправленные, не спорадические, не ситуативные, как, допустим, гонения императора Нейрона на христиан, не уголовное преследование, а именно идеологическое по всем фронтам. Оно будет спустя 40 лет после написания данного послания. Но уже тогда, и мы в книге «Деяния» читали, христиане испытывали давление от окружающей среды, от язычников, от иудеев. И жизнь первых христиан – это не была постоянно спокойная жизнь. Это был постоянно внешний какой-то гнет. явный или же такой прикрытый. Но это было постоянно, вот это именно давление, то, что здесь наши переводчики перевели как «скорбь». И не сим только, но хвалимся, мы хвалимся и этим давлением. Почему? Зная, что от давления, от этого, от скорби, происходит терпение. Да? Но терпение, опять же таки, терпение – это тоже нечто пассивное в нашем языке, некое такое пассивное состояние, когда ты стоишь просто и терпишь. Когда же это все закончится? А здесь стоит такой термин, который означает некое, некое такое, знаете, изменение, переплавку внутреннюю. Эти скорби переплавляют нас, делают нас более тверже, закаляют нас. От терпения происходит опытность, от опытности – надежда. А надежда не постижает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. И далее апостол Павел говорит о любви Божией. В чем она проявилась? В том, что Христос умер за нас. И дальше как раз таки он на этом акцентирует внимание. Когда он умер? Еще до того, когда кто-нибудь из нас стал достойным того, чтобы за нас умер человек. Причем нужно понимать, что со Христом мы не имеем никаких родственных связей. За нас могут умереть наши близкие, и то не все. Далеко не все. И это такой достаточно выборочный вариант. За хороших людей-то не за всех готовы умереть чужие люди. А уж тем более за великих грешников. Так вот, любовь Божия проявляется в том, что он умирает, еще до того, как человек вообще имеет какую-то возможность что-либо заслужить пред Богом. Поэтому, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Именно поэтому. Именно потому, что Бог нас так любит. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Это тоже очень важно помнить, что если будучи мы грешниками во вражде с Богом оправдаемся Его смертью, то тем более мы будем спасены Его воскресением и жизнью, в которую веруем, которую исповедуем. Итак, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое приемы и вешенье небес. Субтитры создавал DimaTorzok